О том, что этот год для регионального УФНС один из самых результативных за последнее время, налоговики заявляли еще в августе. Первые полгода принесли в бюджеты всех уровней рекордные деньги. Сегодня эта динамика только продолжилась. 81 миллиард с хвостиком налоговых поступлений в бюджеты всех уровней – лишние тому доказательства. Понятное дело, казна Рязанской области в накладе не осталось. В консолидированный бюджет Рязанской области поступило 45 миллиардов 200 миллионов рублей, что на 25,5% или на 9 миллиардов 186 миллионов рублей больше поступлений аналогичного периода прошлого года. Хочу заметить, что по российской федерации, по консолидированию бюджета других субъектов составил средний – 118,4%. Консолидированный бюджет Рязанской области по состоянию на 1 апреля 2022 года с учетом увеличения областного бюджета на 4,7 миллиарда рублей в размере 56 миллиардов 833 миллионов рублей исполнен на 79,5%. Основная прибавка в бюджеты всех уровней – это налог на добавленную стоимость – больше 40% в общей сумме. В целом рост поступлений идет по всем источникам. Например, сумма доначительных платежей по результатам налоговых проверок в среднем составила 25 миллионов на один выезд. И понятно, что власть эти показатели очень воодушевляет. Любой социальный проект – это же не только неравнодушные люди, которые должны его реализовывать, это еще и финансирование, которое нужно на его реализацию. Финансирование откуда у нас берется? В первую очередь это налоговое поступление. Это налоговая ваша работа, других источников на самом деле нет. Вот Вячеслав Томбассов сейчас озвучил некоторые показатели. Это все свидетельство вашей большой работы. Рязанская налоговая служба работает очень эффективно, качественно. Если говорить прямо, то Рязанская область не единственная, где растут платежи. Это общий тренд по всей стране. Вот только именно здесь темпы выше остальных. Впрочем, это пока краткосрочная перспектива. В долгосрочной есть риски. Об этом говорила министр финансов региона Марина Наумова. Мы понимаем, что эти итоги, они сегодня нестабильны. То есть мы понимаем, что мы можем столкнуться с вызовами, которых никогда не было в экономике, и мы должны быть к ним готовы. Поэтому в следующем году наша с вами работа, она будет еще теснее строиться. Потому что, наверное, самая главная задача будет это вовремя выявлять какие-то негативные тенденции. И вы, вот как налоговый орган, их видите первыми. Единый налоговый счет, который появится с 1 января следующего года, для финансистов пока что чудо чудное, диво дивное. Работать с ним региональным Минфину и УФНС придется сообща. Теоретически, единый счет должен упростить процедуру уплаты, включая возврат излишек. Но на практике же эта модель работала только с физическими лицами, с предприятиями. Корректировать ее придется прямо по ходу.